Еще раз всем привет! Данное видео записывается по просьбе ребят с ФОПДА. На форуме заданы некоторые вопросы касаемо Nexus 4. На них я попробую ответить. Первое это качество сборки. Кстати, это мой второй Nexus 4. Первый Nexus 4 я сегодня отправил в Кострому. Один мой товарищ попросил меня об этом. Как бы я уступил ему это дело. Ну, естественно, я предполагал, что не позже, чем вечером, я смогу купить себе такое же. Опять же, поэтому, вот сегодня вечером я заехал и взял еще один Nexus 4. Что касаемо сборки, да, это вот второй, который у меня в руках побывал. Я не замечаю никаких ни скрипов, ни прогибов какого-то стекла. То есть, все монолитно, грамотно собрано. То есть, сборка шикарная. Единственное нарекание есть касаемо, вот если вы слышите, то есть, люфтящих клавиш громкости, ну, кнопка включения не скажет, что люфтит, нет. Вот именно громкость. Поэтому, когда вы... Вот. Хорошенько его постараетесь потрясти, то вот эти вот как раз-таки клавиши громкости и дадут такое вот некое дребезжание. Но это ерунда придирки, в принципе. У меня это никак не парит, ни грамма. В остальном все шикарно. Что, опять же, насчет экрана, да? Я его немножко покритиковал в своем первом видео, но вы поймите правильно, мой вкус немного иной. Это мое предпочтение отдается экранам Super AMOLED. Я уже за несколько лет привык к таким цветам. А вообще, экран здесь шикарный. Мне он очень нравится. Что еще интересное, если ему добавлять яркости, то есть, уходить с автомата, он вообще становится веселым. То есть, плотный экран, плотность пикселей отличная, никаких нареканий, ничего, никаких пикселей или, тем более, субпикселей не увидите. Все красиво, классно. Поэтому я даже взял на своем Galaxy Note 2 включил такую же насыщенность цветов, поэтому сейчас у меня разница совершенно не парит. то есть, я привык уже к этому делу и теперь меня радует, что этот смартфон, что этот. Поэтому, если вам нравятся такие экраны технологии IPS, то по-любому и этот экранчик вас тоже порадует. То есть, как вы видите, отличные углы обзора, никаких вопросов у меня не возникает. что касается звука. В предыдущем Galaxy Nexus со звуком явно были напряги. Здесь я вам сразу скажу, что никаких нареканий у меня нет. То есть, звук, в принципе, не такой, конечно, громкий, как на Galaxy Note, потому что там он вообще видать, габариты позволяют, там он орет, как сумасшедший, приходится как бы убавлять. Давайте послушаем. Если меня жена, конечно, не пришибет шваброй, потому что сейчас как бы три часа ночи. Так. Я тут звук выключу. Придется все это дело сейчас наладить. То есть, вот. Как вы видите, он орет, как как контуженный. Ну, тут, естественно, некоторые мелодии громкие, некоторые потише. Вот стандартная, которой я пользуюсь. То есть, как бы, к звуку вопросов нет, да, но, например, если вы его положите на жопу, на какой-нибудь там материал, видите, звук сразу как бы затыкается, да, немного. Ну, не то, что немного, но чувствуется. Поэтому я очень жду родной бампер для этого смартфона, потому что он не только мне нравится, как он выглядит в нем, да, но, во-первых, он не даст запираться звуку на ровных поверхностях, раз. Во-вторых, этот смартфон, задняя стенка, действительно, очень скользкая. Он мне, конечно, не уползает никуда, но, например, положив его на кровать, на спинку, и там что-то писать или свайпить, просто нереально. Он ползает, ерзает, поэтому или бампер, или еще какая-нибудь там карбоновая наклейка, или еще что-то такое не скользкое, ну, как бы, я думаю, что обязательно. Вибрации вообще нежелательно пользоваться, пока вы что-то с задней стенкой не придумаете, потому что на вибрации он реально появится у него ноги, он у вас прыгнет с какого-нибудь стола очень запросто. Так, что касается звука при воспроизведении какого-нибудь видео, да, то тоже я вам скажу, все отлично, как бы, я вчера смотрел видео на предыдущем, опять же, Galaxy Nexus было недостаточно громко, то есть мне не хватало все время громкости. Привет, любители интернета и мобильных сетей, это droider.ru, а это смартфон, который называется Sony Xperia TX. Свежий киснофончик, который был представлен этой осенью на выставке в Берлине, Валера туда ездил, трогал своими ручечными, ручечечечки, покажи одну хотя бы вот этими самыми. То есть, как вы видите, да, здесь смотреть видео уже довольно комфортно. Даже если я далеко отодвигаю, короче, недостатка звука уже как такового нет. Так, сейчас какой-нибудь еще музыкальный открою. Ну, раз уж стоишь на первом месте, то мочи. КОПАН КАМНАМ СТАР КОПАН КАМНАМ СТАР КАМНАМ СТАР Короче, орет нормально. По крайней мере, меня устраивает. Понятное дело, что Galaxy Note 2 будет посерьезней орать. Но, по крайней мере, я не чувствую никакого недостатка громкости. То есть, для меня все комфортно, все отлично услышно. Так, что еще? О чем еще просили рассказать? Касаемо нагрева, да? Нагрев, нагрев. У меня в простых задачах он, в принципе, не греется, да? Если запустить там какую-нибудь игрушку, какой-нибудь там NFS, то он становится такой довольно горячий. Ну, не сказать, что какой-то перебор. Примерно то же самое у меня было, когда я пользовался HTC One X. Ну, как бы, прот здесь не из слабых. Здесь мощная железяка стоит, поэтому в принципе, главное, чтобы это все не сказывалось на батарейке. По батарейке пока мне что-либо рано говорить, потому что так получилось, что все эти дни я его там как-то неустанно мучил, прошивал там и так далее. То есть не получалось так в спокойном режиме его попользовать. Обязательно я потом об этом расскажу. Пока что рано говорить о звуке в наушниках. Я вам ничего не буду рассказывать, потому что я в этом плане вообще не разбираюсь. В основном машине слушаю музыку, поэтому пускай об этом расскажет кто-то, кто более-менее разбирается. Что еще? Кстати, вот что касается разговоров, тут отличный разговорный динамик с большим запасом громкости. Он чистый, четкий, вообще офигенно. То есть я его сейчас использую как звонилку в том плане, что он ну как бы поудобнее, чем мой Galaxy Note 2 и я в этом плане очень доволен. Классный звук, все просто супер. Также, например, если вы пользуетесь родной звонилкой, то благодаря там сейчас я переключу на родную клавиатуру, благодаря тому, что появился свайп, вы теперь можете вот таким образом очень быстро искать. то есть Андрея там или еще что-то. Раньше вам надо было нажимать, теперь вы свайпом проведете. Сейчас мне из-за камеры сложно это делать, но вообще работает хорошо. это, конечно, баловство, свайп самый настоящий, он не заменит. свайп, как бы есть свайп, поэтому ну вот такие вот дела. То есть смартфоном я доволен, он отлично смотрится со стороны, единственное, что мне не хватает, это бампера родного. Когда езжу там на какие-то встречи, кладу его на стол и трубка действительно притягивает взгляды, такой вот монолитный брусок, шикарно смотрится на самом деле. Рекомендую ли я данный смартфон, ну это реально лучший гуглофон из всех тех, которые были. Меня он очень радует, здесь гораздо меньше компромиссов, камера тоже намного-намного лучше, чем была до этого. Об этом я уже рассказывал подробно в предыдущем видео. Конечно, я рекомендую данную трубку, меня она очень радует, еще учитывая тот момент, что она будет обновляться гуглом и по весне на нее выйдет пятый андроид и сразу мой галакси ноут второй превратится в тыку, потому что новый андроид это тоже очень важно, по крайней мере для меня. на этом наверное уже хорошо разглагольствовать, буду закругляться, спасибо всем, до новых встреч. До новых встреч.